Издательство Эксмо представляет. Нежное безумие. Автор Эл Джей Шен. Читает Максим Гамаюнов. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Мета, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Мы должны были стать лучшими друзьями, но оказались заклятыми врагами. Пен. Говорят, что месть это блюдо, которое подают холодным. У меня было четыре года, чтобы разобраться и переварить все, что Дарья Фолуилл сделала со мной. И сейчас мое сердце абсолютно ледяное. Я украл ее первый поцелуй. Она забрала единственную вещь, которую я любил. Я был беден, она богата. Знаете, что самое лучшее в обстоятельствах? Они могут меняться. Быстро. Сейчас я блестящий проект ее родителей. Ее сосед. Ее мучитель. Капитан футбольной команды соперников, которую она так ненавидит. О, да, детка. Скажи это. Я твой сводный брат. Она заплатит за уничтожение единственного хорошего, что было в моей жизни. И ей придется серьезно раскошелиться на слезы. Дарья Фолуилл думает, что она королева. Я докажу ей, что она ничего собой не представляет. Всего лишь испорченная принцесса. Дарья. Все любят старых добрых бесцеремонных хулиганов. А каково быть стервой? О, ты получишь за каждый язвительный комментарий, циничное закатывание глаз и за то, что ставишь подножки на пути своим врагам. Но есть кое-что в высоких каблуках. Они оставляют адскую вмятину, когда ты идешь по головам тех, кто ранит тебя. В случае Пенна Скалли я пронзала его сердце до тех пор, пока он не начал истекать кровью, а потом выбросила на помойку в один теплый летний день. Четыре года назад он просил, чтобы я подарила ему все свои первые разы. Сейчас он живет через коридор, и больше всего я хочу остаться его последней. На прощание он сказал мне, что в этом мире не бывает ничего бесплатного. Сейчас? Сейчас он заставит меня заплатить сполна. Пролог. Все началось с лимонада, а закончилось моим сердцем. Вот, мой безрассудный соперник, как началась наша испорченная история. Четырнадцать лет. Дарья. Плитка дрожит подо мной синхронно с толпой балерин, скачущих позади. Их шаги словно глухие удары артиллерии. Каштановые, черные, прямые, рыжие и кудрявые волосы повсюду. Они сливаются, словно радуга из стрижек и причесок. Но я ищу только одну единственную блондинку, голову которой хочется разбить о старый пол. Надейся, что ты не здесь сегодня, сучка. Замерев, я стою на пороге балетной студии моей матери. Бледно-розовый купальник впивается прямо в ребра. Белая спортивная сумка болтается на плече. Кожа на затылке горит из-за тугого пучка. Каждый раз, когда я распускаю волосы, мои золотые локоны клочьями падают на пол в ванной. Я постоянно говорю маме, что это все из-за того, что с моими волосами слишком много возятся. Но это чушь. И если бы она хоть раз наплевала на все это, по-настоящему, а не притворялась, она бы узнала обо всем. Я, подергивая ногами в пуантах, сглатываю нарастающий ком беспокойства. Вии здесь нет. Слава Марксу! Девочки проносятся мимо, толкая меня в плечо. Их хихиканье отдается где-то в животе. Спортивная сумка падает с плеча с глухим стуком. Все мои одноклассники стройные, вытянутые и гибкие, с идеально ровной осанкой, словно восклицательный знак. Я? Я маленькая, из фигуры вопросительного знака. Всегда неуверенная в себе, застывшая на грани срыва. Выражение лица не стоическое и величественное. Оно постоянно подводит меня и слишком непредсказуемое. Кто-то не умеет скрывать свои чувства. У меня написано все на лице. Я улыбаюсь во все 32 зуба, когда я счастлива. Но я всегда довольна, когда моя мама смотрит на меня. Тебе следует заниматься гимнастикой или чирлидингом, милая. Это подходит тебе намного больше, чем балет. Да, иногда она говорит вещи, которые подрывают самооценку. На ее поверхности теперь есть выбоина в форме этих слов, где я сдерживаю свой гнев. Мелоди Грин Фоллоуилл, бывшая балерина, которая сломала ногу на первой неделе в Джульярдской школе в 18 лет. Крупнейшее высшее заведение США в области искусства и музыки. С самого рождения от меня ждали, что я стану балериной. И к моему везению я исключительно плоха в этом. Вошла Виа Скалли. 14-летняя Виа такая, какой я стремлюсь стать. Высокая, стройная, со слепительно светлыми волосами. Но хуже всего то, что на фоне ее прирожденного таланта мои движения выглядят как оскорбление всему танцевальному миру. Три месяца назад Виа получила приглашение на пробы из Королевской академии балета. Четыре недели назад она их прошла. Ее преуспевающие родители не смогли выкроить время из-за работы. Так что моя мама буквально ухватилась за шанс полететь с ней на неделю в Лондон. Сейчас целый класс ждет новости о том, решится ли Виа учиться в Королевской академии балета. Ходят слухи, что все уже решено. Даже украинский танцор Алексей Петров, 16-летний самородок, которого считают Джастином Бибером в мире балета, выложил фото в Инстаграм после ее проб. Жду с нетерпением создания волшебства вместе. Неудивительно слышать про волшебство, которое может создавать Виа. Она всегда была ведьмой. «Милая, перестань топтаться у входа, ты загораживаешь проход», монотонно проговорила мама, не поворачиваясь ко мне. Я могла видеть ее отражение в огромном зеркале от потолка до пола. Она хмуро смотрела на список присутствующих, оглядываясь на дверь и ожидая прихода Вии. «Прости, мама, здесь всего лишь твой отпрыск». Виа всегда опаздывает, но мама, которая обычно ненавидит непунктуальность, спускает ей это с рук. Я наклонилась поднять спортивную сумку и вошла в студию. Сияющий балетный станок обрамляет комнату, панорамные окна открывают вид на красоту центра города Тодос-Сантос с его великолепной роскошью. Персиковые скамьи украшают зеленые улицы. Кристально-голубые башни сверкают на линии горизонта, где океан целует небо. Я услышала, как скрипнула дверь и зажмурилась. «Пожалуйста, только не ты». «Виа, мы как раз ждали тебя!» Щебетание мамы словно выстрелило мне в спину из звукового пистолета, и я покатилась кубарем от шока. Вздохи пронеслись по комнате. Я схватилась за станок, удерживая себя от падения. Покраснев, я взялась за него одной рукой и сползла в небрежном плие. «Милая, будь так добра, освободи место для Вии!» промурлыкала мама. «Как символично, мамуля! Я бы тоже хотела, чтобы Виа освободила для меня место!» Конечно, ее величество самородок не надела сегодня костюм для занятий балетом, хотя у нее был привезенный из Италии гимнастический купальник, о котором другие девочки могли только мечтать. «Абсолютно ясно, что Виа из безумно богатой семьи, потому что даже обеспеченные люди не готовы выложить 200 баксов за базовый купальник. Кроме моей мамы, которая, вероятно, понимала, что мне никогда не стать настоящей балериной, и наименьшее, что она могла сделать, одевать меня подобающе. Сегодня на Вии короткая футболка с птичкой Твити и рваные леггинсы. У нее красные глаза, а волосы в полном беспорядке. «Она что, даже не пыталась привести себя в порядок?» «Милая!» – бросила она мне с высокомерной ухмылкой. «Щенок!» – я резко ответила ей. «Щенок!» – фыркнула она в ответ. «Я бы назвала тебя сучкой, но признай, у тебя еще нет зубов, чтобы кусаться как следует». Я поправила туфли, сделав вид, что мы закончили наш разговор. Но все совсем не так. Она завладела всем временем моей матери, встала на моем пути еще до того, как я начала огрызаться. Виа посещает другую школу в Сан-Диего. Она утверждает, что это из-за того, что ее родители считают детей в Тодос-Сантосе слишком опекаемыми и испорченными. А по их мнению, дочь должна расти среди настоящих людей. «А знаете, что самое обманчивое в жизни? Пытаться казаться тем, кем ты не являешься на самом деле. Я осознаю тот факт, что я изнеженная принцесса. Осудите меня. Давайте, я смогу постоять за себя». «Подойди ко мне после занятия, Ви!» – произнесла мама, повернувшись к магнитофону. «Ви! Ви!» – воспользовалась моментом и вытянула ногу, больно наступив мне на палец. «Упс! Кажется, ты не одна такая неуклюжая, Дарья!» «Я бы пожелала тебе сдохнуть, но боюсь, что мама заставит меня пойти на твои похороны, а такая мелочь не стоит моего времени». «Я бы сказала тебе поцеловать мой зад, но боюсь, что это уже сделала твоя мамочка». «Ах, если бы она любила тебя хотя бы наполовину от того, насколько сильно она любит меня!» «Хотя это прикольно! В конце концов, у тебя есть деньги на психолога!» «И на ринопластику!» Ухмыляясь, она похлопала меня по спине. «И я ненавижу, ненавижу, ненавижу тот факт, что она симпатичнее!» Оставшийся час занятия я не могла сосредоточиться. «Я не глупая!» «Я знаю, что мама любит меня больше, чем Вию, несмотря ни на что!» «Но я также знаю, это потому, что так и должно быть!» Спустя вечность занятия закончилась. Девочки парами плавно потянулись к лифту. «Дарья, дорогая, сделай одолжение и принеси нам что-нибудь из Старбакс. Я буду в малой комнате для девочек. Нам надо кое-что обсудить с Ви». Мама похлопала меня по плечу, а затем изящно вышла из студии, оставив витать в воздухе аромат ее любимого парфюма. Она пожертвовала бы все органы, лишь бы ни один волосок не упал со студентов. Мама окутывает любовью балерин, заставляя меня сгорать от ревности. Я схватила мамину сумку и развернулась до того, как успела обменяться, как говорит папа, любезностями с Виа. «Ты бы видела выражение ее лица на моих пробах!» протянула Виа, стоящая у зеркала позади меня. Гибкая, словно акробат, она точно смогла бы обернуться вокруг моей шеи и придушить до смерти. Мы произвели фурор. Она сказала, что, судя по всему, я, хотя и не единственная, но все-таки буду их лучшей ученицей. Это словно... Она пощелкала пальцами, подбирая слова. Я видела ее в отражении зеркала, но не спешила поворачиваться. Слезы предательски задрожали на кончиках ресниц. Это словно искупление. Ты не можешь быть балериной просто потому, что это ты. Но я – это я. Так что, по крайней мере, она любовалась тем, кого любит. Папа говорит, что внутри меня живет Халк. Он становится больше и больше, когда я испытываю ревность. Иногда он вырывается наружу и делает то, что Дарья просто не способна совершить. Он говорит, что ревность – это дань, которую посредственность платит гению. А я совершенно непосредственная девушка. Короче говоря, я с ним не согласна. Я всегда была популярной и всегда боролась за свое место под солнцем. Но я также думаю, что я обычная. А Вия особенная. Она сияет настолько ярко, что сжигает все на своем пути. Я всего лишь пыль под ногами. Я раздавлена, выжата и яростна, как Халк. Никто не хочет быть плохим человеком. Но некоторые, например, я, просто ничего не могут с собой поделать. Слеза скатилась по щеке. Я обрадовалась, что мы одни в комнате. Я повернулась лицом к Вии. Да что с тобой не так? Что не так? Вздохнула она. Ты просто испорченная принцесса, пустышка. Ты отвратительно танцуешь. Как только у самой Мелоди Гринфолуил мог родиться кто-то столь обделенный талантом. Мне хотелось заорать. Я не знаю. Никто не мечтает родиться в семье гения. Маркс, благослови Шона Леннона за то, что он выжил. Я бросила взгляд на ее дорогущие пуанты, вскинув бровь. Не делай вид, что я здесь единственная принцесса. Ты пустоголовая, Дарья. Она тряхнула головой. По крайней мере, я не дура. Я пыталась сохранять спокойствие, но все мое тело дрожало. Да ты даже не можешь занять первую позицию! Воскликнула Вия, вскинув руки вверх. И она не ошибалась, что злила меня еще больше. И снова. Какое тебе дело? Прорычала я. Да потому, что ты просто занимаешь долбанное место. Вот почему. Пока я лезу из кожи вон, ты просто получаешь место в классе, так как твоя мама учитель. Это мой шанс рассказать ей правду. То, что я из кожи вон лезу еще сильнее, как раз потому, что не уродилась балериной. Но вместо этого мое сердце разбилось на мелкие кусочки. Я резко развернулась и бросилась вниз к пожарному выходу, перепрыгивая через две ступени, вывалившись прямо в калифорнийскую жару. Любая другая девушка повернула бы налево и скрылась в парке Либерти. Но я пошла направо, в Старбакс, по той причине, что не могу и не хочу разочаровать маму еще сильнее. Посмотрев по сторонам, убедившись, что никого нет, я наконец вспомнила о сумке, что висит у меня на плече уже больше часа. Я встала в очередь, достала мамин кошелек, вытирая рукавом слезы. Вдруг что-то упало на пол. Это был свежий конверт с нашим домашним адресом, но имя, написанное на нем, заставило меня замереть. Сильвия Скалли. Нервно вздохнув, я открыла письмо, не думая о том, что оно адресовано не мне. Один вид имени Виа над моим адресом заставил меня захотеть орать до тех пор, пока не рухнут стены здания. Первое, что я заметила, знак в самом верху. Королевская академия балета. Мои глаза зависли на одной строке, как зажеванная пленка кассеты. Письмо о принятии. Письмо о принятии. Письмо о принятии. Виа принята в академию. Я должна была обрадоваться тому, что она исчезнет с моих глаз долой, но вместо этого я ощутила во рту кисловатый привкус зависти. У нее есть все. Родители, деньги, слава, талант. Но самое главное, безусловное внимание моей мамы. У нее есть все. У меня ничего. Мой внутренний Халк стал настолько огромным, что стало сложно дышать. Путь в новую жизнь в одном конверте. Жизнь Вии зависит от бумаги. От бумаги в моих руках. Детка, малыш. Тон баристы, который даже не намекал на то, что я детка или малыш, вывел меня из оцепенения. Чего вы желаете? Чтобы Виа умерла. Я сделала заказ и скользнула в угол зала, где прочла письмо еще тысячу раз. Будто слова могут чудесным образом измениться. Пять минут спустя я забрала два напитка и вышла на улицу. Добравшись до ближайшего мусорного бока, я поставила холодный чай, чтобы он не мешал держать письмо. Вероятно, мама хотела открыть его вместе с Виа, а я лишила их этой маленькой возможности. Извините, что прерываю этот священный момент. — Поставь напиток, и никто не пострадает. Ошарашил меня тягучий, словно мед, голос. Моя рука замерла над баком. Это парень и довольно молодой. Я застыла на месте, неуверенная, что поняла правильно. Он опустил подбородок чуть ниже, но я не смогла четко рассмотреть лица из-за поношенной кепки с логотипом Райдерс. Он высокий и тощий. Почти пугающий. Скользит ко мне, словно бенгальский тигр. Если бы он нашел способ передвигаться по воздуху, то даже не обременял бы себя такой обыденной вещью, как мышечный тонус. — Мы собираемся это выбросить? Он указал на холодный чай. — Мы? Черт побери! Не может быть и речи об этом! Я двинулась к нему с чаем. Пусть забирает этот тупой напиток себе. Боже! Он прерывает мой нервный срыв чаем! — В этом мире не бывает ничего бесплатного, глазастик! Я зажмурилась, желая, чтобы он испарился отсюда. Этот засранец реально меня сейчас обозвал глазастиком? — Да я хотя бы не выгляжу как скелет, в отличие от некоторых! Мои размышления снова вернулись к Вии. — Почему мама получила письмо на наш домашний адрес? — Его нельзя было отправить сразу домой к Вии. — Может, мама вообще удочерит ее? — Я подумала о своей сестре Бейли. Ей всего лишь девять, но она уже зарекомендовала себя как одаренная танцовщица. — Если Вия переедет в Лондон, может, она поспособствует, чтобы мама отправила в академию балета и Бейли? — Субтитры подогнал «Симон»